Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание и терпение. Переходим к лечению непосредственно уже к химиотерапии больных с герминогенными опухолями. Говорить об актуальности этой темы, конечно, не приходится, сегодня уже много звучало, но удивительно, несмотря на то, что опухоль, как правило, относится к определяемым, визуализируемым опухолям, у 60% распространенный процесс. То есть все-таки играет роль и, наверное, все-таки несовременное обращение пациентов в те центры, куда им нужно обратиться, и некомпетенции докторов, у которых они консультируются. И чем отличаются герминогенные опухоли? Сегодня уже об этом говорилось. Это высокая чувствительность к химиопрепаратам. И тот период в лечении герминогенных опухолей, когда появился цисплатин, он стал таким рубежом из лечения данных пациентов. И пациентов можно вылечить по сегодняшним представлениям до 100%. Причем даже 80% могут быть вылечены больных при метастатической форме. К сожалению, сегодня цифры уже звучали. В Российской Федерации цифры выживания больных, к сожалению, невелики, где-то 64%. И меня в свое время потрясла эта цифра, озвученная как-то при докладе Алексеем Александровичем, что больше 300 молодых людей в возрасте где-то 20-25 лет ежегодно умирают в России от неправильно поставленного диагноза, от несовременной помощи. Ребята, которые могли бы жить больше 300 человек в год. Вот у меня тоже такой достаточно интересный вот этот слайд. Большое эпидемиологическое исследование было проведено в Великобритании. Посмотрите, вот за 40-летний период 70-х годов по 10-е годы нашего столетия произошло увеличение выживаемости пациентов 10-летней в два раза. И на первом месте стоит как раз опухоль, тестикулярная опухоль, на втором – меланома, как это ни странно. И вот как раз, ой, извините, больные с тестикулярным раком, то есть с опухолями, правильно говорить, с опухолями яичка, могут жить практически 100%, переживать 10-летний рубеж. Как уже сегодня говорилось, опухоли гермногенные, они делятся на семеномы и несеменомы практически пополам. И несеменомы отличаются своим агрессивным течением, они не чувствительны к лучевой терапии, быстрый рост. И у большинства пациентов на момент постановки диагноза уже имеются отдаленные метастазы. Об агрессивности опухоли свидетельствуют вот эти вот снимки нашего пациента. За 9 дней, пока он находился в стационаре, опухоль увеличилась вдвое. То есть вот этот снимок первый был сделан ампулаторно, второй снимок через 9 дней, как видите. И, конечно, это сопровождало все выраженной дыхательной недостаточностью. Основными диагностическими и прогностическими факторами являются, конечно, определения маркеров. Наверное, герминогенные опухоли – это та отличительная особенность, где делать постановку диагноза на основе маркеров имеет достаточно серьезное значение. И вот на этом слайде определена та форма метастатических герминогенных опухолей по последнему гайдлану, который был в аналогах онкологии продемонстрирован. И мы будем говорить о лечении тех пациентов, которые уже имеют метастазы в региональных лимфатических узлах с повышением и повышением маркеров. Как видите, что все опухоли герминогенные можно разделить еще, кроме того, что семеномы и несеменомы, по факторам прогноза – хороший прогноз, промежуточный прогноз и плохой прогноз. Эти все данные прописаны еще в 1997 году, и они подтверждаются по сие время. Значит, какие факторы играют роль – это локализация опухоли, самой первичной опухоли, внеганадные опухоли сегодня отговорилось, это неблагоприятный фактор считается, плюс отсутствие нелюбочных метастазов с локализацией метастатических поражений. Кстати, поражение легких не является неблагоприятным прогнозом, фактором неблагоприятного прогноза. И уровень маркеров. Как видите, в зависимости от уровня маркера можно определить, в какой группе больной относится. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы определить пятилетнюю выживаемость пациентов, в первую очередь лечение пациентов и общую выживаемость. Если группа хорошего прогноза пятилетней выживаемости составляет 92%, то в группе плохого прогноза выживаемость – 48%. Причем хочется сказать, что у семеном, обратите внимание, нет варианта плохого прогноза, не предусмотрено. И вот на этом слайде тоже он выделен из последнего гайдлана, из аналог онкологии, где прописаны стандарты лечения у пациентов с геремногенными опухолями. Какая тактика обычно существует практически? Первым этапом, как правило, проходит, если, конечно, не по жизненным показаниям делается химиотерапия, то проводится орхофониклокотомия, которая кроме лечебного и диагностического эффекта и бывает выражена дыхательная недостаточность или другие какие-то симптомы, которые угрожают жизни пациента, высокий уровень альфа-фетопротеина и хоренического гонадотерапина, химиотерапия может начаться по жизненным показаниям без верификации диагноза. У нас было несколько таких пациентов, мы вам продемонстрируем. Стандартный режим, который начинается обычно, это химиотерапия по схеме ВЭП. Сегодня уже об этом говорилось, она включает три компонента. Но если у пациента выражена дыхательная недостаточность, были такие случаи, и, в общем-то, это предусмотрено рекомендацией, можно проводить химиотерапию по схеме ЕП. И здесь достаточно важным таким моментом является, что нужно соблюдать дозовую интенсивность лечения. Что это такое? То есть дозы препаратов должны вводиться в определенный промежуток времени абсолютно те, которые прописаны стандартами. И вот по поводу начала лечения по жизненным показаниям. Такой клинический пример поступает больной 29 лет с геремногенно-несеменомной опухолью, с поражением лимфатических узлов средостейненных критичных лимфоузлов, с множественными метастазами в легких, в тяжелом состоянии. И начало химиотерапии по жизненным показаниям было осуществлено в день госпитализации без парфологической верификации диагноза. И буквально вот видите, через три недели отчетливый эффект лечения. Ушли признаки дыхательной недостаточности. Регресс определяется и на регенограммах пациента, и у него отмечено снижение маркеров. По поводу интенсивности лечения, еще раз обращу ваше внимание, дозовая интенсивность – это количество лекарств, которые введено, должно быть в определенное время, за единицу времени. Каждый очередной цикл должен обязательно начинаться в срок, на 22-й день. Несмотря на то, что даже если показатели крови достаточно низкие. Нитрофилы, как правило, можно начинать, хотя мы начинали даже меньше 0,5 на 10,9 на литр. И тромбоциты, наверное, менее такой фактор, на который можно подействовать. Тромбоциты уровень минимальный должен 75. Если вы помните, при других солидных опухолях для начала химиотерапии требуется уровень тромбоцитов не меньше 100. И возможно, конечно, введение колоннестимулирующего фактора для того, чтобы больной получал лечение в срок. Это имеет значение. И ни в коем случае недопустимо замена препаратов. К сожалению, мы слышали такое мнение. Нет препаратов в клинике. Заменяют цисплатин на карбоплатин. И топозит, например, нет, вообще не вводят. Не может быть такого схемы. Режим химиотерапии должен быть определенный. И здесь вот определены, расписаны режимы химиотерапии. Обращу ваше внимание на то, что сегодня Алексей Александрович говорил. В леомицин вводится достаточно большая доза, 90 мг за один цикл лечения. Причем обычные стандарты – это первый, восьмой, пятнадцатый день. Но жизнь внесла свои коррективы. И мы в последнее время делали введение блеомицины первый, третий, пятый день. Возможно проведение химиотерапии без блеомицины, то есть по схеме ЕП. Также в режимы схемы лечения входят препараты и фосфамид, и венбластин. Но, как правило, он уже, такие режимы химиотерапии используются в качестве второй линии. И такая химиотерапия, как ТИП, которая включает пакальтохсил, причем достаточно большие дозы. По стандартам это 250 мг на метр квадратный, 24-часовая инфузия. Но допустима и 175 мг, 3-часовая инфузия. И фосфамид, и тоже цисплотит. Кстати, вот нужно обратить внимание, что несмотря на то, что больной получает в качестве индукционной химиотерапии препараты платины, допустимо в качестве уже второй линии химиотерапии опять продолжение цисплотина. И, как правило, проводится 2-4 цикла химиотерапии по схеме ТИП. Алгоритм лечения, что мы должны делать при распространенных герминогенных опухолях? Конечно, пациенты должны мониторироваться. И мы делаем обычно компьютерную томографию каждые 2 цикла. И после ее окончания химиотерапии перед каждым циклом определяется уровень маркеров. При росте маркеров и активности опухолевого процесса, как правило, проводится вторая линия химиотерапии, которая включает и фосфамид. Если полный регресс опухоли, то обычно наблюдение у пациентов. Но, как правило, остается резидуальная опухоль, которая требует своего оперативного вмешательства. И вот здесь расписан алгоритм в виде таблицы, в виде графического изображения. Смысл все-таки такой, что маркеры должны нормализоваться. Если плата, то больной требует наблюдения определенного времени, недлительного. Если отмечается рост опухоли, то тогда нужно проводить химиотерапию второй линии. Если же нет роста маркеров, то нужно удалять резидуальную опухоль. Резидуальная опухоль обязательно удаляется. При семеномах размеры опухоли превышающие 3 сантиметра. По правилам должно быть еще ПЭД-контроль. Если это невозможно, здесь уже просто обсуждается. И по рекомендациям эти опухолевые массы должны быть удалены. И если касается уже не семеномы, то размер опухоли должен превышать остаточной опухоли. Если больше, если сантиметра, то эта опухоль тоже должна быть достаточно удалена. И коротко буквально о том, что у наших пациентов с гремногенными опухолями нередко при распространенных формах определяется метастатическое поражение головного мозга. Как правило, это носит системный характер. И нужно помнить о том, что те больные, которые поступают уже с распространенной формой, требуют обследования достаточно полного. И не забывать о том, что может быть бессимптомно протекает поражение головного мозга. Поэтому сделать своевременно МРТ или компьютерную топографию с контрастированием. Конечно, это прогностический фактор неблагоприятный. И пятилетняя выживаемость, как правило, у этих пациентов невелика. Но если это солитарный метастаз, то пятилетняя выживаемость достигает, по мнению ряда авторов, почти 40%. И несколько случаев разрешите представить наших пациентов. Вот, например, пациент 39 лет, пришел к нам в достаточно тяжелом состоянии. Он стоял на плановую госпитализацию в другом медицинском учреждении, которое должно было состояться через месяц. Мы его госпитализировали в день осмотра, вот с такими опухолевыми массами в легких, с выраженной дыхательной недостаточностью. Как видите, маркеры были повышены в сотни раз. Начали ему химиотерапию. Регресс опухоли был до 50%, но маркеры не нормализовались полностью. Опухолевые массы в легких остались. Что делать в такой ситуации? В этой ситуации мы перешли на вторую линию химиотерапии, с включением препаратов и фосфамида. Как видите, дальнейшее было у него регресс опухолевых изменений и нормализация маркеров. При гистологическом исследовании после удаления опухолевых масс выявлен некроз и наблюдение. Пациент по сию пору чувствует себя хорошо и приходит к нам на прием. Но вот этот случай несколько такой для нас поучительный. Поступил к нам пациент. Достаточно, смотрите, вот уже возрасты не характерного, 47 лет, с гермоногенной опухолю, вне гонадной, верифицированной, с изменением в средостейных лимфатических узлах и в поясничном отделе позвоночника. Выражена дыхательная недостаточность, повышенные у него были маркеры. Больному вот такое у него поражение костей. Больному начата была химиотерапия, стандартная 4 цикла по схеме БЭП. Был достаточно выраженный эффект, ушла дыхательная недостаточность. И обсуждая с таракальными хирургами, с Евгением Владимировичем, и, по-моему, даже звонили мы тогда Алексею Александровичу тоже, по этому поводу говорили, удаление резидуальных масс было возможно только в объеме пневмоноктомии. То есть это бы однозначно ухудшило качество жизни пациентов. И здесь уже плюс еще там было несколько парамедицинских моментов. И здесь пошли вот на такой путь, провели еще два цикла химиотерапии ЕП, хотя по правилам проводятся обычно только четыре цикла. Это когда-то были стандарты, которые подразумевали проведение шесть циклов по схеме БЭП. Сейчас больше четырех не проводится, как правило. На фоне этого больного выраженный регресс этих опухолевых изменений, маркер альфа-фетопротеин нормализовался, а ВТХГЧ все-таки остался повышенным. И стала возможна операция, сделали верхнюю лобоктомию на гистологическом исследовании некроз. Мы, конечно, все очень обрадовались, но, к сожалению, буквально через несколько дней, через три недели клиника поражения центральной нервной системы вырос опять у него маркер. И выявили, наша, конечно, была ошибка в том, что при первоначальном обследовании мы не обследовали, не сделали компьютерную томографию, сконтрастировали МРТ головного мозга. Вот это образование, скорее всего, что оно существовало, трудно теперь сказать, пришли на вторую линию химиотерапии по схеме ТИП, но, к сожалению, уже такого эффекта, как был изначально, мы уже не обнаружили. Была проведена третья линия химиотерапии, к сожалению, которая была без продолжительного эффекта. И, в конце концов, мы этого пациента со временем потеряли. И один еще позитивный ответ, да, и необычный такой течение у пациента. 28 лет молодой человек появился к нам с очень выраженной дыхательной недостаточностью с кровохарканем, с похуданием на 20 килограмм. Он обращался в течение полугода ко многим специалистам, включая уролога, включая специалистов, занимающихся системными заболеваниями, исключали ему лимфома. И вот такой тяжелый он появился, как я помню, перед майскими праздниками. Мы его госпитализировали в этот же день, потому что оставлять на после праздников на несколько дней было просто нельзя, и он бы не пришел больше. Вот такое поражение было у него легких. Провели четыре цикла химиотерапии, частичный регресс, опухоль регрессилова частично, регресс был маркеров у него отмечен, и все исчезли симптомы заболевания. Мы, конечно, были достаточно рады. Передаем его в дальнейшем для оперативного лечения сначала Георгия Ивановича с Александром Константиновичем, потом у него удаляли остаточную опухоль из легкого, и получили вот такой ответ. У нас, в общем-то, таких ответов было, наверное, первый был такой. Произошла трансформация опухоли. Уже это была не герминогенная опухоль, не семенома, а саркоматозный компонент. Причем этот саркоматозный компонент занимал около 10%. Значит, вставал вопрос о второй линии химиотерапии. Здесь вот уже, помню, что консультировались с нашими московскими коллегами, что в такой ситуации делается. Неблагоприятный фактор. Опухоль считается малочувствительной к химиотерапии. Ну, начали больному химиотерапию по схеме ТИП, то есть включающей токсаны и фосфамиды, и платину. К сожалению, на продолжение химиотерапии больной не согласился, потому что очень тяжело ее переносил. И сказал, наверное, я лучше умру, но больше лечиться не буду. Вот. Ну, это уже так вот предисловие. После двух циклов у него удалили в тракальном отделении нашей коллегии хирурги-резидуальную опухоль, на гистологическом исследовании некроз. И на сегодняшний день больной себя чувствует хорошо. У него родился 8 месяцев назад здоровый малыш. Он, конечно, счастлив безумно. Ну, и мы вместе с ним, потому что это, конечно, позитивный момент. И надеемся, что безрецидивный период продлится долго. Таким образом, высокая степень потенциальной излечимости опухоли определяет гермногенные опухоли на определенное место и выделяет из общего ряда злокачественных новообразований. Обязательно нужно выполнять международные стандарты, те, которые прописаны. Казалось бы, вот вы уже говорили, все легко и просто, все написано, нужно только выполнять. Но почему-то они не выполняются. Поэтому должны быть центры, где этим занимаются. Занимаются постоянно. Не один раз, не два, а постоянно. У нас первичных опухолей с метастатическим поражением встречается около 35 в год. Ну, небольшая, немаленькая цифра. Если считать, что в Санкт-Петербурге этих пациентов где-то около 60 выявляются, то где-то половина у нас. И нужно сказать, что, конечно, болезнь не может приспосабливаться к знаниям врача. Доктор должен быть вооружен знаниями. И здесь не излишняя торопливость, не так же, как и медлительность может помешать и привести к печальному концу. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. У кого есть вопросы? Светлана Анатольевна, вот я не зря задал первый свой вопрос в предыдущем докладе. Я добавлю, что у этого пациента был тотальный некроз не только в узлах из легкого, но и в узлах из обрешенных тоже был тотальный некроз. И на ваш взгляд, все-таки, этот пациент живет за счет того, что у него тотальный некроз и такой ответ на химиотерапию, или все-таки за счет того, что ему проведено еще такое недостаточно тяжелое и не одно хирургическое вмешательство. И у пациентов с тотальным некрозом хирургические вмешательства все-таки приносят свою пользу травмирующие, инвалидизирующие? Или, если мы будем четко знать о том, что это тотальный некроз, может быть, и не надо их оперировать? – Ну, то, что касается тех вот вариантов, больные нуждались однозначно в проведении оперативного вмешательства, потому что иначе они бы просто погибли. Огромное средостение, которое уже было, опухоль была неактивна, маркирование у нее нормализовалось, но дыхательная недостаточность сохранялась, потому что была просто эта огромная опухоль, которая сдавливала средостение, и все признаки сохранялись однозначно. – Удалять ли все опухолевые очаги при некрозе, когда мы получаем такой ответ? – Ну, этот вопрос остается все-таки дискутабельным, хотя считается, что если удаляем с одного легкого там некроз, то во второй легкой можно уже не переходить, потому что там, скорее всего, будет такая же ситуация. Но остановиться хирургу и доктору тут нужны уже просто такие моменты достаточно спорные. А по правилам можно не удалять уже остальные опухоли. Хотя у нас были такие случаи, вот когда вроде бы полностью все удалили и нет опухоли, но рецидив все равно есть. Но, к сожалению, у 25% пациентов, ведь рецидивы опухоли, они и предусмотрены, к сожалению, это есть. И что я еще хотела сказать, к сожалению, вот мы недавно потеряли пациента молодого. Вообще каждый раз, когда вот эти пациенты вдруг умирают, это вообще казуистика. Они не должны погибать, потому что им можно их вылечить. И причем, помните, вот этого пациента, которому провели химиотерапию полностью, 4 цикла, достигли определенного регресса, у него нормализовались маркеры, взяли хирурги на операцию, но удалить не смогли опухоль. Приглашали нас на операцию, опухоль огромная, с некрозом, фиброзом, и она сдавливала почку. К сожалению, сделана была только биопсия и ушли. Стал расти маркер, мы его берем к себе на лечение дальнейшее, но не успели даже начать. Ведь у него развивается почечная недостаточность. Синдром лизиса опухоли происходит. А самой опухоли гистологи нашли там некроз. Ну, некроз тотальный, огромный. Так что, ну, я считаю, что вот этот пациент, он пришел уже просто вот на такой стадии, когда поздно все было. Хотя не оказывать помощь нельзя. То есть мы делали то, что могли, но, к сожалению, вот болезнь нас, наверное, опередила. Спасибо, Светлана Анатольевна. Может, Алексей Александрович, у него будет другое мнение по этому вопросу. Ну, по поводу удаления, да, и по поводу того, что действительно, если мы будем знать, что химиотерапия достигает тотального некроза, понятно, что без симптомных пациентов, понятно, что без синдрома растущей зрелой тератомы. Ну, вот, мы в этом плане. К сожалению, нету сейчас никаких методик, которые позволяли бы заранее предсказать морфологию вот этой остаточной опухоли. И на первом этапе, ну, как правило, нужно выполнять действительно заброшенную лимфоденкотомию. Чаще всего там наибольший объем опухоли массы. А вот, естественно, встает вопрос, допустим, если мы там нашли, допустим, тератому или живую опухоль, ну, очевидно, что надо заниматься тогда хирургией в других местах, удалять метастазы в легкие. А вот здесь и найден, действительно, найден некроз. Ну, вот, по нашим данным, получается, что в 95% случаев находили некроз и в других анатомических областях. По международным данным, ну, чуть поменьше этот процент. Где-то составляет, там, в районе 80-90%. Таким образом, получается, что если все-таки это безопасно, то надо по возможности удалить все. Если же речь идет о легких, да, вот часто при хориокарциномах бывают множественные биолатеральные метастазы, когда действительно можно там по 40 метастазов убирать, но это все-таки сопряжено с риском потом нарушения функций легких. И поэтому, вот, действительно, правильность Анатольевна сказала, что можно удалить со стороны наибольшего поражения с одной стороны, и если там будет некроз, то с огромным процентом, ну, практически в 100% случаев, с контрлатеральной стороны тоже будет некроз. И поэтому можно тогда этого пациента оставить под наблюдением и сохранить ему нормальную функцию легких. А вот примитивно к головному мозгу, хочу сказать, что сейчас вот по последним данным все-таки прогноз этих больных получше. Был, вот сейчас готовится к печати статья, большая это мировой опыт, объединили порядка, наверное, 500 пациентов с поражением головного мозга, и получается, что в первой линии можно вылечить около 40-45% больных. Практически одной химиотерапии, ни хирургия, ни лучевая терапия в первой линии ничего не добавляет. Даже при рецидивах можно вылечить где-то каждого пятого больного с поражением головного мозга. Поэтому наличие метастаза в головном мозге вовсе не является, ну, каким-то противопоказанием или свидетельством того, что эту пациенту нельзя вылечить. Практически любого пациента можно вылечить. Спасибо. Ну и, конечно, надо выслушать хирурга, я маленькую дискуссию за тело. Если можно, Евгений Владимирович, Ваше мнение по поводу все-таки хирургии резидуальных масс. Здесь я не знаю, где больше смысла, но я соглашусь со Светланой Анатольевной, когда пациента вот с огромной гигантской опухолью в средостении, когда маркеры нормализовали, и под Новый год решили его прооперировать в Германии. Я просто чуть освежу, так скажем, в Германии. Но его вернули из аэропорта, потому что он был кислородозависим, и его не взяли на борт, и поэтому к нам под Новый год его привезли, и мы его в срочном порядке оперировали, поскольку он был кислородозависим, точно. А после удаления он тогда восстановился, он сейчас закончил институт, и у него там все нормально. Поэтому с этой точки зрения не знаю, если там полный некроз, ну, нужно было ли удалять? Я тоже так думаю, да? Может быть, и не нужно. Но с другой стороны, если это действительно функционально значимо, то да. Если согласен, что если некроз справа или слева, если при билатеральном поражении, наверное, стоит подумать и задуматься. Вот с точки зрения, если 80%, то все-таки 20% не стоит отдавать на откуп в судьбе, а все-таки стоит и в других органах, если есть в средостении или в легких, тогда стоит, конечно, наверное, удалять. А вот если с одной стороны и с другой, наверное, стоит и подумать. Ну, это стоит подумать, а там, если это безопасно, то, может быть, и прооперировать. Я за операцию. Спасибо, Евгений Владимирович. Ну, я немножко подытожу эту маленькую дискуссию. Во-первых, хотел бы напомнить, что вот для семеномы, на самом деле, мы нашли такое решение, да, при помощи позитронно-эмиссионной томографии при резидуальных массах менее 3 сантиметров. Мы действительно уже научились и неинвазивно оценивать, ну, больше 3 сантиметров, да, мы научились неинвазивно оценивать ситуацию, и мы уже можем по неинвазивным методам обследования сказать, нужно оперировать этого больного и нет. Возможно, такой прогресс со временем произойдет и для несеменомных образований, кто знает. Продолжение следует...